Разработчики продолжают разочаровывать тех, кто сначала называл новейшие российские вооружения мультиками, потом начал искать поводы для критики самой возможности их боевого применения как такового. Сегодня информационное агентство ТАСС, со ссылкой на представителя ракетостроительной сферы, публикует заметку о завершении испытаний ядерной энергоустановки, являющейся одной из основ ракеты «Буревестник». Испытания были завершены несколько недель назад. Из заявления, в январе на одном из полигонов успешно завершен важнейший этап испытаний крылатой дозвуковой ракеты комплекса «Буревестник» – испытания ядерной энергетической установки. Отмечается, что испытания показали полную готовность ядерной энергоустановки ракеты «Буревестник» обеспечить неограниченную дальность полета при поражении цели. Таким образом, подтверждены заявления, ранее появившиеся в американской прессе. В СМИ США было заявлено, что в России проведены частично успешные испытания ракеты, получившей по натовской классификации номенклатуру Skyfall, что можно перевести как «разверзшиеся небеса». Американские эксперты уверены, что РФ сможет запустить ракеты с материковой части Азии, программировать их на полет над Тихим океаном, обход Южной Америки и проникновение в воздушное пространство США со стороны Персидского залива. Напомним, что ракета комплекса «Буревестник» фактически делает бесполезной любую систему противоракетной обороны потенциального противника. Кстати, ранее эксперты задавались вопросом о скоростных параметрах новейшей ракеты. Как становится понятно из заявления собеседника ТАСС, ракета комплекса «Буревестник» – дозвуковая. Напомним, впервые о «Буревестнике» рассказал президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию в марте 2018 года. Он отмечал, что ракета будет низколетящей, малозаметной, с непредсказуемой траекторией полета, а также получит ядерную боевую часть. Она должна стать неуязвимой для всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны.